Господа, и все-таки точку поставит в сегодняшнем вечере уважаемая Лариса Густовна. Так, а как? Вот, точку ставьте, выходите и ставьте точку. Я думаю, что точку ставить рано, потому что я так понимаю, что передище второе отделение. Я необыкновенно благодарна вам за то, что вы пригласили меня сегодня сюда. Я получила удовольствие. В общем-то, за этим я и пришла. Я очень люблю... Ух ты! Спасибо большое. Ну вот видите, точно не зря пришла. Я очень люблю творческих людей. Я очень люблю, когда в человеке горит вот этот вот огонь, огонь творчества, не успокоенности, неравнодушия. И дай Бог, чтобы никогда он никому из вас не погас. И поэтому, наверное, да, от коллег критику и надо слушать, и полезно слушать. Потому что это всегда должно быть таким толчком вперед к развитию. Значит, есть куда расти, есть к чему стремиться. Наоборот, скучно, когда все время только хвалят. Но мне было очень интересно. Мне, наверное, не было ни одного человека, которому я бы сказала, знаете, вот этого человека вообще никогда, ни за что и ни при каких обстоятельствах. Поэтому спасибо вам большое. Я... У меня просили, значит, вот у меня есть несколько таких совершенно символических подарков. Я теряюсь, кому их подарить. Я пойду подумаю. Мне нужно переварить весь список, потому что было очень много народу. Я не всех запомнила по именам. Но вы меня все записаны, поэтому я вспомню. У меня есть пометочки. Спасибо вам огромное. Поэтому я надеюсь, что я не в последний раз встречаюсь, не в последний раз слышу. И действительно я смогу уже наблюдать не только вот так вот первое впечатление, но и уже в динамике, в развитии, следить за творчеством. И наверняка у меня появятся свои уже действительно фавориты, кумиры. И я буду, так сказать, вот следить за творчеством и записывать их стихи себе в блокаде. Понял. То есть от победителей мы объявим в самом начале второго дня. Да. Один человек, самый сегодня жесткий критик, самый-самый. Я отчасти восхищаюсь такими людьми, потому что... Андрей. Я Андрей, да, зовут. Я запомнила, как его зовут. Его зовут Андрей. Меня зовут Лариса. Очень приятно познакомиться. Потом сфотографируешься с Ларисой. Да, я просто не встречалась ранее. Мне очень интересно. То, что человек критик, я уже поняла. Он в ЖЖ пишет, я ссылку пришлю. В ПОЭТ? Да, да, он поэт. У меня есть видео. Я вам пришлю. Ничего услышать нельзя, потому что настолько строго... Андрей, будешь сейчас стихи читать свои? Он фотографирует, что ли? Нет, нет. Да он не читает. Понятно. Нет, я правда, я никогда так не умела, потому что я вообще считаю, что я не в праве быть таким жестким и безоперационным критиком, потому что действительно считаю, что у меня нет на это права особенно критиковать поэту, потому что я сама не поэт, а я вас просто люблю. Я любитель поэта. Спасибо. Лариса Луста. Лариса, я вам пришлю видео с Андреем, где он стихи исполняет. У него, на самом деле, я дома рылся в бумажках своих. У меня чемодан большой. Роюсь, роюсь. Вдруг раз стих. Думаю, блин, так здорово человек написал. Первый раз, что у Андрея Чивиков. А я как бы позавидовал автору. Андрей Чивиков для меня в чем-то даже гениален. Дорогие друзья, сегодня, вот, подводим итоги сегодняшнего вечера. Другие, их будет подводить Лариса Луста. И она, насколько я понял, выбрала трех понравившихся ей авторов. Да? Вот. А, все-таки микрофон. Спасибо большое. Я подписала три своих совершенно разных альбома трем совершенно разным поэтам. И еще раз хочу оговориться. То есть, мне было очень... Я понимаю, что эти слова обычно часто произносят. Вы знаете, так трудно было выбрать. Не знаю, как. Наградила бы всех. Но на самом деле это практически правда. Потому что, действительно, мне было бы сложно выбрать. Потому что, действительно, я всех, кто сегодня читал стихи с этой сцены, слышала впервые. Тем более, вот так вот, воочию и вживую, в собственном авторском исполнении. И выбрать мне было, действительно, сложно. Поэтому, я, вот, делая этот выбор, я чем руководствовалась? Мне хотелось отметить, во-первых, тех поэтов, которых, вот, потому что были такие, вот, пара человек, которых однозначно такие лидеры хит-парада, как принято говорить, в нашей музыкальной тусовке. Вот, я их опустила, эти два имени, хотя оба эти человека мне очень-очень понравились. Действительно, очень достойные, очень яркие, очень талантливые. Но у них и так все хорошо. А это кто? Ну, у меня в блокноте написано, простите, я, сколько человек всего было? Меня, вот, тут переспрашивали мое имя, одну запомнить не могут. А мне всех нужно, по имени и фамилии, сложно всех сразу запомнить, прошу прощения. Вот, поэтому я делала себе пометки и в лицо, и по стихам я помню, конечно, каждого. Так вот, но это не значит, что люди, которых я отметила, они мне не понравились, или я считаю их слабее ни в коем случае. Напротив, я считаю всех троих их очень яркими, очень самобытными и очень интересными. И они мне действительно понравились. Двое из них девушки. Женская поэзия вообще вещь такая сложная. Я знаю, как трудно женщинам нам вообще в принципе, и в жизни, и в искусстве, а в поэзии, наверное, особенно, потому что любят обвинить женщин в женской поэзии, какой-то излишней романтичности. Есть такое понятие женская лирика, да? Так вот, девочки, которых я хочу подарить им альбомы свои, по-моему, совершенно очаровательные, совершенно разные, очень талантливые, яркие и самобытные. Они, это, Алла Зеневич. Алла Зеневич! У меня напротив фамилии стояла H3+, потому что действительно очень яркий. Вот мы спорили о смысле, о чем, что, как, но действительно о любви, о вечном. И мне вот понравилась именно сама вот эта мысль, что самое главное, вот должна быть любовь в нашей жизни. Потому что поэт изначально, лирика, да, поэзия, что это такое? Это певец любви. Поэтому, Аллочка, это вам, поэзия, о любви. Спасибо огромное. Алла, там Лариса лично расписалась. Да, да. Теперь этот диск можно... И это как раз вся музыка именно о любви. Поэтому я пыталась как-то так... А мне нравится название очень. Да. Теперь этот диск можешь через 10 лет продать за большие деньги. Я шучу, господи. Но, кстати, это правда. Спасибо, Алла, большое. Действительно, ярко, артистично и очень зрелищно для себя. Спасибо. Вторая совершенно очаровательная, юная, я бы даже сказала девочка, потому что даже вот девушка, кто мне не поворачивается язык назвать, потому что, ну, такой трогательный воробушек, очень красивое, очень светлое создание и с очень светлой и позитивной энергетикой. Это Майя Боринова. Правильно я сказала? Майя Боринова! Где ты, Майя? Майя здесь или Майя уже убежала? Не поверила? Идёт, 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 идёт. Майя идёт. Майя, спасибо вам огромное. Вы действительно несёте удивительный какой-то положительный заряд и несите его дальше. Спасибо вам большое. Можешь что-то сказать, Майя. Аплодисменты, Майя. Ничего не хочется. Майя Боринова! Тоже с личным подписью. Лариса, ну... И, наконец, мужчина. Этого поэта очень, так сказать, большинство очень сильно раскритиковало. В общем, поставили, ну, как, не знаю, очень много-много-много всего наговорили не самого позитивного, не самого хорошего. И даже я на первом томском стихотворении, может быть, ну, не сразу, скажем так, отреагировал. Но, когда он прочел, Володя, по твоей просьбе стихотворение, которое называлось «Крещенский снег», я считаю, что этот человек заслужил сегодня быть отмеченным, потому что это, правда, было здорово. Поэтому Евгений Цоколов, да? Евгений Цоколов! Евгений! А что такие аплодисменты? Я вам так и написала. Евгений Цоколов за «Крещенский снег». Спасибо вам огромное. Мне действительно, вы удивительно талантливы, и я с радостью услышу ваши новые стихи. Жаря, за «Крещенский снег». Спасибо вам огромное. Спасибо Евгению Цоколову!